Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, есть небольшая задержка во времени с началом сессии, поэтому постараюсь полаконичнее. Этот доклад должен был представить Мищенко Андрей Владимирович, но, к сожалению, он сейчас не в Санкт-Петербурге и не смог его представить. Тем не менее, что хочется сказать по этой теме? В первую очередь, все сведения, которые могут быть высказаны по этой теме, представлены вот в этом, я думаю, всем известном приказе. Но, тем не менее, читая этот приказ, в первую очередь ставятся вот следующие вопросы. Лучевая диагностика и ЦАОП. В первую очередь, какие задачи лучевой диагностики в рамках этого, кто и в какие сроки, в каком объеме организует выполнение диагностических исследований, спектр диагностического оборудования, который необходим для проведения исследований, и, в общем-то, база организации, на базе которой будет функционировать лучевая диагностика. Ответ на первый вопрос можно подчеркнуть из приказа. Там сказано, что основными функциями Центра является диагностика онкологических заболеваний, включая установление распространенности онкологического процесса и стадии заболевания. То есть, все это, конечно же, в первую очередь ложится на такие модальности, как компьютерная томография, магниторезонансная томография и ультразвуковая диагностика. Далее, это осуществление оценки эффективности и переносимости проводимого лечения с использованием инструментальных методов исследования. Опять же, это те же самые модальности. И осуществление диспансерного наблюдения за больными с онкологическими заболеваниями. Таким образом, с одной стороны, и это очень хорошо и правильно, что осуществляется сопровождение пациента, в принципе, от начала постановки онкологического диагноза до диспансерного наблюдения, которое может продлиться большое количество времени. Но, тем не менее, это рождает некоторые другие сложные вопросы. Следующее. Кто в какие сроки, в каком объеме организует выполнение диагностических исследований? Опять же, из приказа ясно, что это делает врач-онколог, который должен в течение одного дня, с момента установления предварительного диагноза, организовать выполнение диагностических исследований для установки диагноза, включая распространенность и стадию заболевания. Опять же, с одной стороны, это очень хорошо, что пациент находится в одних руках врача-онколога, который может это все контролировать. А с другой стороны, врачу-онкологу будет очень тяжело соблюдать все эти сроки. И тут ставится вопрос взаимодействия не только с отделением лучевой диагностики, но и других различных подразделений, в том числе эндоскопической, патоморфологической диагностики. Следующий очень важный пункт, что срок начала оказания специализированной медицинской помощи не должен превышать 14 календарных дней с даты гистологической верификации. И получается, что достичь таких сжатых сроков очень тяжело. Опять же, встает вопрос взаимодействия между различными подразделениями. И в этом плане складывается впечатление, что очень важно иметь не только как таковое оборудование для возможности выполнения всех этих исследований, но и возможность иметь современные медицинские информационные системы, которые позволяют и контролировать очередь на проведении исследований, смотреть, на каком этапе находится пациент, готово ли заключение, и удовлетворяет врача-онколога это заключение или нет. Ну и, конечно же, тут встает вопрос о том самом диагностическом оборудовании, о котором я еще расскажу более подробно, но, тем не менее, сразу же в голову приходят мысли о компьютерной томографии, МРТ, экспертном УЗИ и, конечно же, внутривенном контрастировании при проведении этих исследований. Дальше еще, что касается сроков выполнения диагностических исследований. В тексте приказа указано, что больные с онкологическими заболеваниями подлежат пожизненному диспансерному наблюдению. И также очень важно, что указаны сроки. В течение первого года необходимо выполнять диспансерные осмотры один раз в три месяца, в течение второго года один раз в шесть месяцев и в дальнейшем один раз в год. Безусловно, это, опять же, очень хорошо. Но, тем не менее, с учетом пожизненного диспансерного наблюдения пациентов, это может привести к тому, что, в общем-то, вся та аппаратура, которая будет находиться в сфере лучевой диагностики, она может и не справиться с таким потоком пациентов, которым, с одной стороны, нужно и стадировать первичную опухоль, в кратчайшие сроки, а еще потом и выполнять динамическое наблюдение. И это будет большое количество пациентов, конечно же. Можно я одну секунду комментарий? Не просто динамическое наблюдение, но еще и оценку эффекта. Да, конечно. Пациентов, которые находятся на длительном лечении. То есть, если вам даже тамоксифен выдадут в руки, которые вы будете... То есть, каждые 3-4 месяца нужно делать оценку эффекта. Да, и эти пациенты будут накапливаться, и это приведет, конечно же, к тому, что аппараты будут перегружены. Это огромная проблема. Далее, еще один очень актуальный вопрос – это спектр диагностического оборудования и база организации ЦАОПа. Что касательно текста приказа, центр организуется при наличии в медицинской организации, расположенных в пределах имущественного комплекса, функционально и технологически объединенного с центром. Рентгеновского отделения, который включает в себя и классические рентгенаппараты, и маммографы, и компьютерный томограф. Эндоскопического отделения, ультразвуковых аппаратов, ну и далее функциональной диагностики и клиникодиагностической лаборатории. И, по сути, получается, что ЦАОП – это полноценное клиническое отделение, которое использует диагностические возможности собственного многопрофильного или онкологического лечебного учреждения. Здесь стоит заакцентировать внимание, я еще чуть впереди более подробно об этом расскажу, но слово многопрофильного. То есть врачи-рентгенологи могут сталкиваться с онкопатологией, совершенно с ней не работая в повседневной практике. То есть, да, эти врачи могут очень хорошо разбираться, например, в травме, но не иметь представления, как сделать грамотное описание пациента с карциномой легкого, для того, чтобы онколог смог верно стадировать опухолевый процесс. Ну и непосредственно то самое оборудование, которое, на мой взгляд, и вызовет наибольшие вопросы. В тексте приказа четко указаны рентгеновские аппараты, которые раньше, конечно же, были, безусловно, единственным методом, который позволял стадировать опухолевый процесс. Но сейчас они, откровенно говоря, устарели. И все, что можно делать с помощью рентгеновского, классического рентгеновского оборудования, это исключительно оценивать осложнения пациента, чаще всего в постоперационном периоде. Маммографические аппараты, конечно же, это для определенной нозологии неотъемлемый компонент. На нем останавливаться, конечно, не стоит. Аппараты ультразвуковой диагностики, они используются, но, тем не менее, не во всех анатомических областях они применимы и показывают высокую эффективность. Также аппараты ультразвуковой диагностики, будь то они экспертного класса или нет, не совсем оптимальны для оценки эффекта лечения. Следующий пункт – это компьютерный томограф. Да, о нем сказано в тексте приказа, но ничего не сказано о том, используется контрастирование или нет. Не сказано про конюли, проводники, колбы для выполнения этого внутривенного контрастирования. За прошедший год сотрудники нашего отделения очень часто выезжали в регионы и беседовали и с врачами-онкологами, и с врачами-рентгенологами. И многие из них, конечно же, знают в теории, что нужно проводить всем онкологическим пациентам исследования исключительно с внутривенным контрастированием, но далее возникают проблемы. Либо этого контраста нет в должном объеме, либо отсутствует оборудование или не до конца работоспособно для правильного введения контрастного вещества. Ну, либо просто не получается вводить это контрастное вещество вследствие каких-то страхов того, что будут нежелательные реакции на введение этого контрастного вещества. Но, опять же, с одной стороны, если онколог отправит пациента на выполнение КТ, а КТ живота, например, сделают без контрастирования, и онколог получит заключение, что данных за метастатическое поражение не получено, не факт, что этих метастазов нет. Попросту они без контраста не видны. И про это тоже надо помнить. Следующий важный момент. В тексте приказа нет сведений об МРТ. И, на мой взгляд, это очень большая проблема, так как некоторые локализации анатомические, в частности, прямая кишка, карцинома прямой кишки, не может быть стадирована без использования МРТ. Конечно же, теоретически она может быть стадирована, но не так эффективна, как это сделает магнитно-резонансная томография. Также отсутствуют сведения о радиозатопной диагностике, что тоже является существенным минусом. Ну и суммируя все это вышесказанное, возникает вопрос о подготовленности врачей-рентгенологов в многопрофильных лечебных учреждениях для выявления онкопатологии. Если врач-рентгенолог никогда не делал описания, например, карциномы поджелоточной железы или имеет какие-то поверхностные представления об этой нозологии, а зачастую, например, большую часть своего рабочего времени провел за выполнением описания классических рентгенограмм, и у него есть сертификат рентгенолога, то он, конечно же, не сможет качественно выполнить описание такого пациента. И это отдельный вопрос, который звучит как возможность организации переподготовки врачей-рентгенологов для выполнения описания таких исследований. Суммируя все вышесказанное, можно сказать, что лучевая диагностика в ЦАОПе представлена возможностями базового лечебного учреждения. Организация и контроль проведения обследования пациента на любом этапе – это прямая обязанность врача-онколога. Сроки проведения полноценного обследования, наверное, все-таки реальны, но они могут быть реализованы только при слаженной работе смежных подразделений лечебного учреждения и, конечно же, требуют больших затрат. Отсутствие МРТ, радионуклидной диагностики, контрастного вещества в тексте приказа затрудняет стадирование и оценку эффективности лечения. Врачи-рентгенологи и врачи ультразвуковой диагностики должны быть подготовлены для обследования пациентов с онкопатологией. Спасибо. Продолжение следует...